Или как он называется? Лимбовь или... Да, хиранья гарбху, хиранья татра хиранья гарбху, намо раджа хамсаха, ративасады, раджа хамсах ративасады. Да, хорошо. Ну, не церебрай, легвально не церебрай. А как по-русски я даже не... Как какой-то у Залезняка, как он их называет? Эти вот церебров. Я не помню. Так называют церебральные. Церебральные, да? Нет какого-то специального русского названия. Ну, хорошо. Задненёбные ещё бывают. Как? Задненёбные вроде ещё бывают. Задненёбные. Ну, хорошо. Да, да, да. Ага. Так. Ну, давайте вот разбираться. Что здесь подлежащее, что сказуемое? Ну, то, что, наверное, коллективное, да? А почему вы так решили, чтобы коллективное? Татра? А, нет. Татра это не коррелатив. А, ну, коррелатив, если было бы Ятра, да? Да. Нет, если просто Татра, то это не коррелатив. То есть вот не должен быть коррелатив. В коррелативе может Татра выпасть, но вот Ятра не должно выпасть. То есть левая часть вот это условно Я часть. Часть Та может выпасть, мы её должны додумать. А часть Я она не должна выпасть, иначе мы тогда просто не поймём, что это коррелатив. Так, у нас вот до слова сарга у нас просто, ну, я поставил точку, там, кажется, в санскритском тексте там там да стоит. Вот, это, собственно говоря, предложение. Подлежащее сказуемое. То есть до этого предложения, да? По сути дела здесь два разных предложения. Быть. Ну, не быть, а дословно, если точно. Что это? Быть. Есть, да? Просто есть. Существует. Существует. Да. То есть вот мы нашли уже, собственно говоря, что здесь является вот остель. Какова роль остель? Это, помните, да? Либо вспомогательный глагол, либо самостоятельный глагол существования. Как вы думаете, что здесь? Чем здесь является глагол третьего лица единственного числа асты от корня асты, да? Ну, скажем... Ну, не важно. Вот асты, да? Нечто есть. А теперь давайте вместе найдём, что же имеется, что же существует. Может быть, в качестве чего-то или без этого. Да? Подлежащее может быть, вспоминаем, только словом номинативным. Вот давайте номинатив здесь. Вот что такое? Карпура, двипери. Что это за поддержка? Слово. Некое слово в каком-то подлежении. Микрофон выключился, Оль. А, Ольга, извините, да, у вас микрофон. Простите. Локатив, наверное? Да. Локатив, да. То есть, локатив мы пока оставим, да. Локатив оставим. Дальше. Падма, Кейлина, Амадгейям. И дальше Сарах. Да. Сарах номинатив. Что это означает? Кто знает, что такое Сарах? Озеро. Озеро. Озеро, да. Озеро, которое какого рода оно? Среднего рода, да? Сарах. Сарас, собственно. Сарас. Основа, да? Сарах. Основа, да? Сарах. Сарахсе и так далее, да? Угу. Значит, озеро и вот что такое Падма, Кейлина, Амадгейям. Падма – это лебедиа. Не-не-не. Я прошу прощения, да? Вот что вот это само Падма, Кейлина, Амадгейям. Вы сейчас начинаете вот это делать. Единственное то, что начинает делать абсолютное большинство, просто по кусочкам, да? Причем слева, да? Во-первых, переводить, пытаться перевести композит. То есть, по сути дела, отдельные его элементы, да? А потом, наверное, вы как-то это попытаетесь связать. Нет. Композит мы должны обязательно с самого конца переводить. То есть, с правой части. Вот от нас, смотря перед нами, если вот этот текст, перед глазами, или внизу на столе, мы должны с нами греем. Ну, имперфект, скорее всего, да? Нет, это композит. То есть, это имперфектом он не может быть. Композит является именем существительным. Ну и прилагаем. Давайте вот начнем это снова нарезать нашим кулинарным, синтаксическим кулинарным ножичком. Нарезать. Причем нарезать в правильном направлении. Справа налево. Да? Во-первых, нама дреем. Само слово. Ольга, вам понятно, что это означает? Нама дреем. Помогает дреем. То же самое, что нама. То же самое, что нама. То есть, имя. Это значит имя. Это в среднем роде. Значит, согласовано со словом сам. Хорошо. Вот мы нама дреем. Ну, мы здесь, скажем, возьмем просто нама дреем, как лексема. Мы могли бы, конечно, разрезать, сказать здесь нама дреем состоит из нама и дреем. Но мы этого делать не будем. Нам, Адреем, просто означает имя. Дальше. Керри. И до встречи. Так. Керри. Продяга.